Добрый день, уважаемые жители Республики Саха и Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в Республике остается напряженной. За последние сутки на территории Республики управлением Роспотребнадзора зарегистрировано 177 новых случаев коронавирусной инфекции. Порядка 75 случаев, чуть меньше 100, приходится на город Якутск. Здесь у нас большее количество населения. И, соответственно, более высокая мобильность. Нюрбинский район сегодня составляет 17 случаев, Мегино-Кангаласский район 9 случаев. По остальным районам зафиксированы случаи от 6 до 1. И, соответственно, со всеми, как больными, так и контактными, проводится соответствующая работа. Необходимо обратить внимание на то, что вчера состоялась встреча моя и министра здравоохранения с главными врачами в режиме ВКС по всей Республике. Нами дана оценка и заслушана санитарно-эпидемиологическая ситуация в целом на территории Республики в разрезе каждого из районов. Главными врачами поставлены ряд текущих вопросов, которые могут возникать в том или ином районе с целью того оценки и принятия оперативных действий. Так необходимо обратить внимание на то, что на настоящий момент лекарственными средствами и препаратами, а также средствами индивидуальной защиты и должной медицинской помощи у нас сегодня обеспечены практически все районы Республики. В ряде районов отмечается отсутствие того или иного препарата, который, соответственно, принято оперативное решение по выдаче его из резервного фонда Министерства здравоохранения Республики. Такой подход, как заслушивание врачей в режиме ВКС, главных врачей в режиме ВКС, на настоящий момент у нас будет еженедельным для того, чтобы было четкое понимание и единство всей Республики в борьбе в том числе с коронавирусной инфекцией. Необходимо обратить внимание на то, что у нас сегодня есть районы Республики, в которых уже длительное время не зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, и необходимо все-таки оценить деятельность их и оперативных штабов, и администраций, в том числе и по соблюдению в них, дальнейшему продолжению соблюдения в них масочного режима. Кроме того, вчера состоялось совещание под руководством заместителя председателя правительства Российской Федерации Татьяны Алексеевны Голиковой, на которой было обращено наше общее внимание на то, что в целом санитарно-эпидемиологическая ситуация во всех регионах, она находится примерно в одинаковом положении. Необходимо обратить внимание на то, что Республика Саха-Якутия зашла в этот санитарно-эпидемиологический сезон немного раньше всех остальных субъектов Российской Федерации в силу своего нахождения климатических условий. И, соответственно, сегодня уже по той схеме, которую отработали мы у себя в Республике, по аналогичной схеме, как по увеличению коечного фонда, так и по сокращению сроков получения анализов на тестирование, по тестированию, так же, как и работа с амбулаторными больными, они, соответственно, применяются, начинают во всех субъектах Российской Федерации. Для граждан, безусловно, должно быть сейчас терпение, здоровье, поддержка собственного иммунитета. Необходимо обратить внимание, что по сравнению с летом изменился контингент, очень сильно изменился, как в Якутии, так и по всей стране, контингент заболевших. И если бессимптомники ранее составляли у нас 80%, то сегодня их количество уменьшается. И увеличивается количество больных тех, кому старше 65 лет, и лиц с хроническими заболеваниями. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, нам удалось и удается сохранять здоровье нашего старшего поколения на протяжении 8 месяцев. Я прошу не снижать свою настороженность и беречь здоровье своих старших, близких людей, которые для нас являются таким же членами нашей Республики Саха-Якутия, являются гражданами нашей Республики. Для них очень важно радоваться нашим последующим победам, жить дальше. И поэтому сегодня очень много в части сбережения нашего старшего поколения зависит от каждого из нас.